Поставила точку, точку над грабежами, точку над насилием славянского народа. И все эти 222 года мы живем с вами спокойно. Никого не угоняют в рабство, никого не на наших великих предках. Те, кто думал о нашем дне сегодняшнем, кто завоевывал наши с вами права. Дорогие друзья, но больно мне говорить сегодня российское. Распалось в 17-м. И начались катаклизмы не только русского народа, а всех народов, которые она объединяла. К сожалению, в 54-м году, если Украина заявляет, что если русский язык будет государственным и будет потеряна независимость Украины, тогда что говорить тем 15-ти миллионам, которые не поддержали эту позицию, для которых русский язык нам быть тогда. Если, значит, это угрожает государственному суверенитету Украины, отсутствие русского языка, тогда почему не задумываются правители Украины отсутствием русской партии на Украине. Сколько лидеров. И все сейчас оживились перед выборами, понимая прекрасно, что 2006 год может очень многое расставить по своим местам. И что получается? Все приезжают в Севастополь, все рассказывают о том, какие они родители русского языка, русской культуры, какие они защитники прав русского народа и тех, кто считает свою родину Россией и близко хочет жить вместе с ней, без границ, без всяких... Или перед митингом, перед выборами, когда приехали сюда и забыли о своих обязательствах. Уважаемые севастопольцы, я вас очень прошу, когда будут выборы или какие-то другие мероприятия, думайте, прежде чем что-то высказывать свою точку зрения или кому-то отдавать свое предпочтение. Помните, 222 года назад наши умнейшие предки, хоть одну назовите, все были. Или там, или там, или там. То есть власть была у них в руках. И что за 14 лет нельзя было что-то улучшить в наше время? Нельзя было хотя бы, прежде всего, не сделать нас безгласными, чтобы наши старики читали рецепты из аптеки на русском языке, чтобы не терялись в догадках, чтобы не ходили по милициям, по всем структурам и заполняли свои документы на русском языке. Это очень важно. И это очень серьезно. Так вот я хочу сказать, за 14 лет никто не соизволил уважительно отнестись к русским и к тем, кто считает этот русский язык родным. Так тогда какое же отношение власть хочет иметь?